Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю последствия Семен-Тушеницы и Семен-Тушеницы. Наша целительница действительно не стоит на месте. Мы шагаем, можно сказать, сиюминными шагами. Наши сорта обостреблены, наши сорта продаются, наши сорта реализуются. Поэтому мы не можем, кроме как селекцией семеноводства, не заниматься еще экономикой наших сортов. Мы обязаны обсчитывать эффективность разделывания нашего сорта и считать экономические эффекты от разделывания форта. Мы при расчете наших сортов используем условную формулу годового экономического эффекта, где годовой экономический эффект, мы считаем, используют такие показатели, как урожайность сорта, сценарий обязации серна, средние издержки производства на 1 гектар, и, соответственно, площадь бы сделаны в наших сортов. Представляем, как правильные цены на зерно. Вот это 2020-2021 год. Мы вели такие небольшие... Как вы видите, в предыдущие годы, почему цены были максимальные? Они варьировались от 13 рублей до 18 рублей в 2021 году. Сегодняшний год – это прямо пропорциональная картина. Если в 2021 год цена реализации покрывала затраты на производство зерна, то в этом году у нас получилась такая цифра – цена реализации на данный момент на пшеницу 3-4 класса подводства на зерно не доходит и 11 рублей. Соответственно, появилась большая проблема в хозяйцевах Краснодарского края. Зерно остается, не реализуется. И сельхозпараллельно с товаропроизводителями, конечно, столкнулись с колоссальной проблемой, что с этим делаем. Если на такие показатели, как урожайность, качество зерна, селекционеры могут влиять, то основное на цену реализации, конечно, основное влияние как регулятор цены отводится только государству. Поэтому, кроме цены, цена снижается. Средние издержки, получаемые при производстве зерна, они растут. В последствии с прошлым годом мы примерно посчитали, они выросли около 8 тысяч рублей на 1 гектар возделанной продукции. За счет чего, конечно, прежде всего, повлияли водные санкции, увеличились затраты на покупку всего. От горюче-смазочных материалов и в дефиците стали такие товары, как иностранные запчасти. На все цены колоссально повысились, и среди чего повысились средние издержки при производстве. Что мы имеем? Вот на данный момент по Краснодарскому краю себестоимость зерна, она составляет около 800-300 тысяч центнеров рублей с одного из этого за тонну. Цена реализации низкая, 10-900, и, соответственно, прибыль получает минимальную. Отсюда и падение рентабельности. Если в том году, в 2020-2021 год, рентабельность была высочайшая, то в этом рентабельность падает, она сейчас на данный момент по нашим расчетам составляет около 31% при производстве. Вот мы считали, если тему касаемо затрат, мы считали в своем производстве, еще в 2015 году, когда мы в широкое распространение получили сорт гром, относительно стандарта сортопамять, и одинаковых затратах на производство, только за счет увеличения урожайности мы могли получить снижение себестоимости зерна. Только за счет увеличения урожайности на новом сорт мы получаем снижение себестоимости. Что касается сегодняшней темы, хотелось бы подробнее остановиться на внесении именно азотных подкормок. Азотные подкормки – это обязательные агроприемы, и основная статья затрат в хозяйствах и в разделывании азимой пшеницы. Вот мы провели такой опыт, касаемо качества зерна на сорте Алексеевича, где мы видим, что по нулевым подкормкам мы получаем низкое качество урожайное зерно, но при внесении двойной дозы мы уже получаем сильное зерно второго класса. Поэтому внесение азотных подкормок – это, безусловно, влияет на качество и повышение урожайности. Проводили мы также опыты по урожайности при внесении азотных подкормок. Браздники с атакой «Гризоз-101», сорт «Громкость», «Юга», «Граф», «Елена» и высококачественный сок «Еремеева». Так вот, при нулевых подкормках мы на предшественники «Спарцент» получили довольно-таки большую урожайность. При внесении двойной дозы один центера мячем селитной мы получили прибавку, но она была незначительная. Совсем другое показатели у нас получились по предшественной группе «Солнеча». Если без внесения подкормок мы получали низкую урожайность, то при внесении уже дозы одного центера мячем селитной и двойной дозы мы получили значительные прибавки от 10 до 20 центеров с гектара. Также по содержанию белка в зерне в зависимости от предшественников мы делали опыты, где видно, что по «Спарценту» у нас была незначительная прибавка при внесении доз разводных подкормок. И качество зерна составляло составляло где-то от 13 до 17 процентов белка. Это стабильный третий класс. Но при внесении по участнику подсолнечных надобных подкормок мы получили незначительное повышение качества зерна. Если без внесения это было аккуратное зерно, то при внесении двойных подкормок мы получали 3-4 класс. Чистый доход при выращивании сортов из зерночницы также по этим предшественникам вследствие внесенных заправ на зубные подкормки максимальный был по «Спарценту» без внесения зерночных подкормок. Соответственно, меньше затрат и больше был чистый доход. По участнику подсолнечных чистый доход тоже возрастал существенно в зависимости от урожайности. также менялась себестоимость зерна при внесении подкормок. На «Спарценте» себестоимость увеличивалась, на предшественнике подсолнечных себестоимость уменьшалась за счет прибавки по урожайности. Прибавка по урожайности компенсировала те затраты, которые были по азотным подкормкам. Соответственно, рентабельность. Рентабельность была максимальной по «Спарценту» перенесения подкормок и увеличилась по качественнику подсолнечника за счет увеличения урожайности и за счет уменьшения затрат. Наши новые сорта не в этом году, которые за пять лет мы передали в производство всего 36 сортов озимой пшеницы, 8 сортов твердой пшеницы и 14 сортов третикали. В этом году мы увидели производство из сорта как «Агарфак» «Стон», «Кубань», «Лео», «Мик», «Мане», «Стедор», «Школа», «Из твердой пшеницы» это «Ядрица» и «Сеньора», «Из дикали» это «Слон» и «Огнен». Вот карта раннирования сортов нашей селекции. Мы шагаем широкими шагами от находки, как говорится, «Сарта» Калининграда. Самое большое распространение на наших сортов это, конечно, шестой регион Северо-Кавказский, но уже немалое распространение наших сортов получили в центральном черноземном регионе, в Нижнем Лобском регионе, в Среднем Лобском регионе, в Центральном регионе. Первое из будущих труд допущены к использованию производства. Оказывается, «Кубань», «Мане» по шестому региону, «Агрофак 100», «Мик», «Федор» по шестому региону. Вот что хотелось обратить внимание, что «Школа Новый Сорт» она впервые в истории как бы сказать, селекции заняла свое место сразу по четырем регионам. Пятом, шестом, седьмом и восьмом. «Спасибо вам за внимание. Что хотелось бы сказать, что, конечно, приоритет на данный момент изгибается на реализации нашей конечной продукции. селекции селекции. Конечно, это продовольственное зерно, это полковые переработки, поэтому без высокой цены и будет очень полезным. Спасибо вам внимательно. Спасибо вам за выступление. Не кладите микрофон, потому что, я думаю, вопросы будут. В зале есть вопросы? Вы люди скромничают. Тогда я вам задам вопрос, который мне в поварах задали. Какой бы такой сорт пушеницы посеять, чтобы его не кормить, не защищать, вообще не видеть его, но при этом он дал какой-нибудь урожай? Вы знаете, сейчас селекции направлены на то, что его сделают такие сорта, которые требуют к себе ухода, но это невозможно. Наши сорта, конечно, высокое урожайное, активное, но они требуют затрат и внимание к себе, и монетарных затрат тоже, поэтому все должно быть научно обоснованно. Запраты должны быть научно обоснованы. Как правильно сегодня говорили, что нельзя сейчас бездумно вкладывать деньги, не рассчитывая, что ты получишь от этого и какую-то другую. То есть так же сорта нашей селекции и уважение в них нужно знать архитектомнику сортов, нужно знать, как их сеять, где их сеять, чтобы нести как можно меньше минимальные затраты. Тогда универсального сорта такого нет. Ну вот, если говорить о защите, сейчас НСЗ активно пропагандируют новые сорта Победа 75, Песня, ЛЕО, их называют высокоустойчивыми к разным заболеваниям сортами. В производстве реально ли их защищать меньше, за счет них сократить? Или это просто маркетинговый ход? Нет, это не маркетинг и высокий ход. Есть такое понятие, как экономический порог вредоносности. Вот, он не должен, каждый агроном при возделании этих сортов, он должен учитывать этот порог и рассчитывать уже сам, стоит ли защищать определенный сорт, или стоит дать ему возможность проявить себя и побороться с каким-то вредоносным заболеванием. У Застрозникова был вопрос. У Застрозникова был вопрос. Он раньше. Да. Артем Владимирович. Получается, экономически опустовано, какие ориентиры, факторы должны быть основные при внесении удобрения и защиты. Ориентироваться нужно, прежде всего, на способность хозяйства внести монетарные затраты. Способность есть. Способность есть. Способность есть. хорошо. Критерии можно основные. Критерии разные. Это, прежде всего, агрофон. Это, прежде всего, агрофон. Агрофон был пример груза в том году. Получается, агрофон одинаковый, технология одинаковая. Получается, там возброс полей, там дождь прошел, там не прошел. Там 50 центров, там 70 центров. А потом другой момент. Мне кажется, на что надо ориентироваться. я хотел поделиться, может быть, это наличие влаги по метровым, по метровым слоям. То есть, рассчитывая на дождь, которые потом пойдут, или не пойдут. Это, наверное, очень сложно, да, угадать. Это так угадать можно. А вот та, что есть на группе на развитии влаги, она, наверное, лимитирующая какой-то фактор. Ну да, и при внесении азотных подпромных. Я думаю, что я вас услышал, допустим, может, какие-то еще скажут, посоветуют нам что-то. Ну, что понимаете, вносить теорию, в принципе, способности хозяйства. Вопросов нет. Способности все меньше и меньше. Понятное дело, что мы тоже, вот у нас фермеры, в этом, в том году, как у меня знакомый, где обиделся, удобрения подорожались, он вообще все без удобрений. Вот, начиная с осени, ни единой подпромки. Ну, по предшественникам, у него, значит, около 80 центов, ну, воды, конечно, сладкий. По грузии, по подсолнечнику, где-то 55. Ну, это вообще без основных удобрений, и без подформы, да, все не хочу покупать гибрии, и пошли все куда-нибудь. Вот. Ну, это год, наверное, протянуванный, говорит, как следующий, он все равно будет посадка. Но он показал себя, вот, конечно. Ну, вот, ориентироваться, правильно сказали, по пищеру, выбрать сорта, правильно, как у нас, политика, у нас, каждый сорт для своего поля, очень хороших бесшествий, поэтому, он показал результат. Ну, вот, хотелось бы от вас рекомендации, все-таки, ну, например, там, список есть, да, с Орковой Ушеницы, ну, процент ее выращивания, как в Краснодарском крае, там, Даня, Лука, Грома, это основная еда там, как лидера, да, и, ваши рекомендации по предшествиям, потому что эти максимально будут отзывчивы, эти максимально успехи, уже не исправить неправильно, как бы, не из теории, там, а уже как сложилось, то есть, то есть, Алексеевич, например, тоже сильно подвержен, правительству, официально, но, вот, вот эти моменты, хотелось бы говорить на практическую сторону, все-таки, максимально выкладки, наблюдения, не с 17-го, а с 18-го года, это уже было 5 лет назад, а сейчас, могут, со временем, немножко, от вас получать информацию. Спасибо. Артем Владимирович, заострожников, я хочу пояснить, что это Ленинградский район, Краснодарского края, чтобы понимали, здесь из разных регионов люди, высокая урожайность, которого называл, это Ленинградский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова